Дорогой друг И тяжелым ударом ноги раскроил ему череп А на противоположном конце королевства Воин Сфинкторион и эльф Пелес Обреченные по приказу лорда Властона на вечную каторгу Были доставлены в горный лагерь Фогельнест При помощи хитрости и удачи Они буквально разгромили каторжный лагерь И совершили дерзкий побег Прошло время и в канун Нового года Судьба свела с изгендия Пелеса и Сфинкториона В столице королевства Пония Что произойдет с ними там, ты узнаешь сегодня Это подземелье Чикенкари Да посмотрите Что кричите? Добро пожаловать на подземелье Чикенкари Сегодня в гостях у нас Я заебался тебя представлять Это Александр Гудков Ого-го-го! Наконец-то! Нормально представил! Он всех превращает в геев Такая у меня суперспособность Даже без палочки Чего протяскать? С недавних пор Рыжий комик номер два в российском интернете Даня Поберечный Ооо! Это супер! А первый кто? А первый Чубайс Вообще я думал про Чубаткова Так много хочется сказать Они встретились Поаплодируйте, ребята Ну это же бомба! Наконец-то! Это мой братишка Это Ильдар Джарахов Он снимается впервые В самом долгом видео Не спонсированном Ростуризмом За последние три года Дайте ему аплодисменты Блюда Полный И еще Божественный голос Русского интернета Большой русский босс Эти аплодисменты тебе Житчайшие Вот точно так же Только гораздо лучше Шутит наш гей-мастер Александр Бриганов Ооо! Привет-привет Я, кстати, всегда думал Что босс Это два Джарахова Друг на друге Я хочу напомнить вам Что это новогодний выпуск Друзья, с Новым годом! Наступающие! Ура! Мне звонил, короче, Кукушкин Сейчас у него коронавирус Пожелайте ему здоровья В интернетах Там, как снизу вот это пишут Пожелайте ему здоровья В ссылке в описании Да, в комментариях Наберем его в середине передачи Давай-давай сейчас Давай, когда помощь будет нужна Сразу будет Ко мне пришли врачи Я не могу сейчас Йо, врачи! Не помогайте ему! Упейте его! Он болен! Он болен! Бегите! У меня взяли тест Мы не можем сейчас иметь общение Уйдите, он сумасшедший! О, там доктор, здравствуйте! Он вас укусит! Он лижет людей! Он коттест на IQ Он провалит его, нахуй! Пожелайте сегодняшнюю игру Потому что без меня Точно ничего интересного не будет Все, удачи, целю! Ребята, плачу миллион Вкроите ему дозарфин Слышишь? Слышишь, что сказал? Откуда у тебя миллион? Ты Big Russian Boss в 2021 году Бл***ь Оооо! Ты такой агрессивный, б***ь Нормальный он! Я тебя на колени поставлю Через 30 лет Смешно, что Кукушкин сказал Без меня все равно ничего интересного не будет Будет очень жалко, если он умрет И это будет последняя его фраза Это грустно Это смешно! Да, да это круто! Это смешно! Ладно, Никита, живи вечно Хотя бы два года еще Ладно Че ты жуешь-то бороду? Ты меня не видел в жизни Че ты там жуешь? Волосы? Шоколадку Какую? Откуда она у тебя? Ты будешь шоколадку? У Ильдара сахарный диабет О, Ильдар, ешь шоколад Играем втроем! На Новый год можно! Ставки Ставки очень повысились только что А пока наши участники Затеяли игру на грани жизни и смерти Перенесемся в чертоге преисподней К полюбившимся героям Капучино и Мише О, Сминка! Коллега, ну никакого новогоднего настроения! Каждый Новый год Одно и то же, одно и то же Украшаешь грешников Потом поищешь адский салат И жопа жуткая! Потом это дьявольское обращение! Ну, а кстати, классно придумали Дайте новогодние игрушечки на прищепочке, да? Красиво и больно! Хе-хе-хе А вы что там делаете, коллега? Учусь играть мелодию на бою Какую? Вызывающую мимов мил Хе-хе-хе Это невозможно! Почему ты заслужил? Невозможно! Не заслужил Это нельзя! Замолчи! Не надо меня, пожалуйста, останавливать моих намерений Ой, где я? В преисподне, где? Как я здесь оказался? Ой, как оказался? Сейчас посмотрим Твой грех, жадность Я просто был в кинотеатре Я смотрел фильм Последний богатырь Посланник тьмы Что? У последнего богатыря вышла третья часть? Да! Вот, даже трейлер есть А ну-ка Вот У Ивана и Василисы свадьба А какой-то злодей ее выкрал И все сказочные герои переместились в современную Москву Ну что ты плачешь, немытый, усатый грешник? Что было дальше? Я не досмотрел Я взял в рот полную горсть попкорна Просмеялся с шуткой И вдруг я здесь И не досмотрел развязку? Нет Так это ж пытка девятого круга-то, коллега! Коллега, теперь и я хочу узнать развязку Что делать? Ой, я придумал Давай я его телепортирую обратно Как мышку наружку Чпок-чпок Туда-сюда Он повернется Когда посмотрит фильм Расскажет все, как было А давайте так Мы все телепортируемся туда-сюда В нашей, как говорится, честной компании Все-все-все А? Ну вроде как бы Новый год Время кинопоходов Прекрасная идея! Я Капучин Приказываю всем На пространстве Телепортироваться! Даже черти и мертвецы Уже спешат на фильм Последний богатырь Посланник тьмы В кинотеатры Ведь только там Можно увидеть Киркорова С яйцами Теперь я веду все Из этой усатой нимфы Забыли мой бой А теперь Телепортируемся! Давай пространство и время! Сделай так, чтобы не Мы телепортируемся! Пространство и время! Там идет мой фильм Нам надо телепортироваться! Телепортируемся! Сейчас! Ну? Ну а если пизбаян? А мы возвращаемся в подземелье Чикен карри Ты будешь еще? Убери! Да что ты делаешь? Этот выпуск посвящается Эльдару Джаракуа Черно-белое фото в конце увидите Добро пожаловать в подземелье Чикенкаре! Мы начинаем! Столица Пони – Кёнигпо. Самый красивый город из существующих. Он расположен на нескольких островах в Дельте-реки. В городе сейчас зима. Крыши и дороги припорошены снегом, но зима здесь мягкая, и вода в каналах не замерзает. Сегодня канун Нового года. На Дворцовой площади установили Большую ель, которую должен зажечь молодой король Пони Пятый. На площадь он поедет из своей загородной резиденции в королевской карете. Друзья, вы – рядовые служащие городской стражи, которая обеспечивает порядок в городе. Расскажите о своих героях. Биг Рашен Босс, мы начнем с тебя. Я Сфинктерион Левенхард, благородный воин. Был арестован, неудивительно, и брошен на вечную каторгу, с которой умел сбежать. Я не мог вернуться домой, потому что земли моего отца оккупировал лорд в Ластон. Я отправился в столицу и поступил на службу в городскую стражу, чтобы защитить короля и подвигами заслужить его уважение. Как говорят на наших землях, если не знаешь, куда пойти, иди в городскую стражу. Это супер. Класс. Сатира. Добро пожаловать в игру. Спасибо, что ты вернулся, Левенхард. Спасибо. Не-не-не. Один раз достаточно. Давайте. Один раз. Саша, теперь расскажи про своего героя. Друзья, я лесной эльф по имени Пелиас. Моя судьба похожа на судьбу Сфинктериона. В общем, мы вместе совершали подвиги, вместе были осуждены, вместе бежали. И сейчас же, опять же, вместе мы исполняем свой долг на службе в городской страже. А, это то, что мы с Харламовым сбежали тогда? Да, да, да. Все оттуда. Все связано, понимаете? В жизни все связано. И однажды, друзья, мы сможем отвоевать свой дом в Вёрджинвальд. Девственный лес. О, я был в Вёрджинвальде. Да. Там дорого. Мы вернемся, Девственный лес. Отличный персонаж, Саша. Я в этом уверен. Добро пожаловать в игру, Эльф Кэрис. Я уже здесь. Данила? Мы переходим к тебе. Я дварф-монах Цисгендий. Идентифицирую себя как комик. Мой родной город Кальтенбург в опасности. Только воля короля может защитить его от посягательств лорда Властона. Не могу. Когда говорю Властон, очень трепетно. Отправился в столицу, чтобы служить в городской страже и не дать шпионов злого лорда убить короля. Привет, я Цисгендий. Готов быть ментом в сочельник за двойную ставку. Это Крепкий орешек, часть 5. Добро пожаловать в игру. Да, да. Цисгендий. Эльдар, теперь мы хотим послушать о твоем персонаже. Здравствуйте, я Крыса-оборотень. По имени... Нет, там имеется в виду, кто ты по, ну, какой персонаж. Хорошо. Я не затыкающаяся бородатая тварь. Я Крыса-оборотень по имени Альбом в феврале. Но, друзья, одна зовут меня Альбо. Я болен ликонтропией, но могу ее контролировать. По своему собственному желанию я могу превращаться в крысу и обратно, в человека. Могу комбинировать, кстати, эти вещи. То есть полукрыс, полу... Да, да, человек. Низ крысы вверх человека? Да, да, прям как сейчас. Я давно уже в городской страже, но застрял в... Собственно говоря... Я давно в городской... Да, тут больше 15 секунд приходится на конец. Я давно служу в городской страже, но застрял в звании рядового. Все в отделении смотрят на меня свысока. Ха, поняли? Ну, он низкий, потому что... Ну, что, ебану, ты заткнись. Я думаю, что с новым отрядом я смогу стать офицером. Кстати, я опытный стрелок из арбалета и люблю сахарок. Можно попланировать. Отличный персонаж, Эльдар. Добро пожаловать в игру, Альба. И Ю, вот тебе несколько правил, чтобы ты разбирался в игре как боженька. Подземелье Чикенкари — это настольная ролевая игра. У каждого из игроков за столом есть свой персонаж. Эльф, полурослик, дварф и прочие типы из своих межрасовых ролевых фантазий. Игроки проходят квест, который создал для них мастер игры. Он находится за кадром и является главным рассказчиком и судьей. Мастер описывает ситуацию, в которую попали герои. Игроки говорят, что делают их персонажи в этой ситуации. Успех или провал каждого действия зависит, как хорошо они бросят кубик Д20. У героев есть бонусы, которые они прибавляют к результату броска. Мастер устанавливает сложность. Если игрок бросил кубик выше этой сложности, то действие получилось успешно. Помни, у каждого действия героев есть последствия. Я надеюсь, сегодня будет дружная игра, когда мы пройдем приключения, и никто не будет нам мешать. Кто мешает, тот болеет дома, пускай. Ну любит сахарок человек, думает, что ты сладкий, думает, что ты петушок на палочке. Ну понимаешь? Без палочки. Ну просто петушок. Добро пожаловать в игру героев. Надеюсь, будет весело. Это не самое ху**ое, что вы можете посмотреть на Новый год. Поверьте мне. До городской стражи дошла информация, что некие заговорщики планируют убить короля Пония Пятого, когда он поедет из загородной резиденции на Дворцовую площадь. Где именно произойдет покушение, неизвестно. Вы должны предотвратить убийство короля Пония Пятого. Глава городской стражи капитан Мухомор сообщил вам, что контрабандистка по имени Диана обладает какой-то информацией о покушении. Ваша задача — найти ее в борделе Барсук и допросить. На вас голубые мундиры и серебристые значки рядовых. У вас есть повозка городской стражи, запряженной лошадью. На ней вы подъехали к борделю Барсук прямо сейчас. Что вы будете делать? Я предлагаю сразу разделиться и кого-то к черному входу отправить. Я готов отправиться в третий ВИП, потому что здесь есть охрана. А я люблю секс с препятствиями. Вообще, посмотри на меня, у меня любой секс с препятствием. Надо сначала залезть на козла. Перед входом в бордель стоят два полуорка вышибала и один эльф на фейс-контроле. Что вы будете делать? Я предлагаю выйти из повозки. Давайте, знаете что, если уж по-настоящему играть, копы приходят в стрепушню. Ну, обычная сцена. Может начаться суета. Тогда нам надо притвориться, что мы после работы. Стоп. Так мы на повозке приехали. Я готов отвлечь внимание. Она с мигалками. Я готов отвлечь внимание. Я иду на сцену. Сначала вы подходите к фейс-контролю. Да. Я притворяюсь бухим. Эльф на фейс-контроле вытягивает руку. Конечно, можно заплатить. Куда вы идете? А он уже идет. О, знаешь, что мы делаем? Мы говорим, «Хей, заказывали мальчишек, который выглядит как копы?» Сделай, пожалуйста, проверку харизмы. Обман. Это как на аутсорсе получается. Стрепушку. Какой? Обычный кубик? 18. Слушайте, вас не было в списках. Я никак не могу вас найти, но, судя по всему, вам уже заплатили? Конечно, солнце. Мы уже здесь. Без денег ты бы меня тут не увидел. Флиртуй с ним. Сегодня у нас обычный денек, но я не помню, чтобы мальчики сегодня работали. Малыш, просто... Это что такое? Просто дай нам сделать нашу работу. А я говорю, а с чего ты взял, что мы мальчики? Кинь, пожалуйста, обман по харизме. Это шоу Ивлеева? Извините. 18. А, и у меня еще харизма не еб**ая вообще. Какая? Крутая. Плюс 2. Да. И ты покажешь, что у тебя нет пениса? Да, он вот так сделает. Голубка. Я не хотел ради этого вставать. Ой, простите, простите, я не хотел обсуждать с вами гендерный вопрос, но через главный вход я вас пустить не могу. Наверное, вам необходимо пройти через черный ход. Нам не привыкать идти через задний проход, поэтому погнали. Мы шоу-группа Жетончики. Мы уходим к черному входу, перед этим сделав вот так. Ну, сделаем. Надо кидать кубик на это. Может быть, сделаем тогда. А ты какую руку делаешь? Правой. Вот так. Вот так. Давайте, мы идем к черному входу. Да. Самая слаженная команда Москвы. Ой, узкий, темный переулок. Здесь старые гнилые бочки, разбросанные слева и с правой стороны по ходу вашего движения. Человек в белом колпаке с фартуком, запачканным, запекшейся кровью. Он закуривает трубку. Прямо сейчас. И смотрит в вашу сторону. Я говорю, привет, сладкий Шерлок. Не подскажешь, нас вызвали к некой Диане. Где нам ее найти? А че, это какая Диана? Диана. Поворачивается к тебе, смотрит с прищером. А я вот так стою. Тут-тут-тут. Вы че, мусора, что ли? Ну, типа. Эээ, так вы работаете. Проходите. Хорошо, от души, братан. Пойдем. Эй, ты! Показывает он у тебя, Альба. Ты не пойдешь, от тебя воняет, и ты сейчас все провоняешь здесь. Вообще к черчам. Давайте скажем, что он нетолерантный. Это ролевая игра. Специально так пачкает. Дорогой повар! Мы обращаемся, я к нему. Ты нетолерантная тварь. Я плачу. Да. Мы сразу не можем. У него болезнь. Да, да, я и говорю. Есть любители. Можно, пожалуйста, я закину, эээ, так, у меня, значит, есть освежающие конфеты? Ха-ха-ха. Я закидываю, я закидываю освежающие конфеты и жестко засасываю этого мужика. А потом, говоришь, так не воняет. Мужчина будет сопротивляться этому. Так, хорошо. Соси его. Ты будешь атаковать его? Засасывай его. Конфликт на ровном месте. Он даже не сопротивляется. Подожди. А хочешь ли ты его очаровать? Я хочу его очаровать. Хорошо. Поцеловать он его хочет с конфетами. Я хорошо вру. Ну, как бы ментас передать. Тогда мне необходимо сделать проверку харизмы на соблазнение. Ты видел его тикток? Там не нужна проверка. Там харизма на высшем уровне. Там зашкаливает. Пятнашка. Мужчина растрогался, слеза потекла и по его левой щеке. Он смотрит на тебя, Альба. Боже, я никогда бы не подумал, что... Губа у него дрожит. Господи, как тебя зовут, прелестный мальчик? Я Альбом Феврале, но ты можешь звать меня Альба. Альба, мы можем встретиться еще раз? А что мы сделали? Из-за конфет он так сдался? Я понял, что ты готов на все ради того, чтобы вылечиться. Мы очень странные копы. Мы очень странные копы. Ладно, я открываю вам дверь. Заходите, боже мой, я не могу так. Но эффективные. Спасибо за понимание, брат. Дверь открывается, и вы оказываетесь в подсобке. Вы заходите в подсобку. Здесь навалено мясо, какие-то мешки, ящики. Пахнет едой, овощами, фруктами. Периодически открывается дверь с кухни, кто-то хватает очередной мешок и исчезает в свете. Может, просто пошли сразу в... Нам надо прошариться, но раз мы... Раз мы команда, которая работает, за сцену идем сразу. Вот, раз... Нет, тогда я иду танцевать, а вы идете по випкам. Давайте, нам надо сделать вид хотя бы, что мы танцоры. Я предлагаю просто по росту встать и вот так руки на плечи и вот так передвигаться. Как многоножка, но не просто. Слушай, а давай я превращусь в крысу, залезу к тебе в штаны и вылезу человеком. Нет, но это интересно посмотреть. Это реально, это охуенно мысль. Это странно, но круто. Это все будут заворжены, а мы с тобой проверим, что там по Диане. Давай, давай. Тем более, это новогодний выпуск. Когда еще из мужика вылезал мужик? А вы говорите, что вот тиктокеры не соображают. Смотри, айкью... Когда ты меня приписал к тиктокерам? Когда ты сам приписался. Тебе перепись приходила? Итак, что вы делаете? В графе профессии что написал? 14. Да! Вы можете попробовать пойти на сцену, но для этого нужно придумать что-то интересное. Сейчас, Финкторион, ты проверяешь кухню? Смотри, да, я смотрю на кухню, пока мы там, я осматриваю, нет ли чего-то интересного. Да нет, там походу монеты. На кухне работает несколько поваров. Главный шеф ходит и проверяет блюда. Нет там монеты, Игоря, двигайся дальше, я спрашиваю повара, что сегодня кушает Диана? Мы к ней. Повар подходит к тебе. Так, ты кто? И кто такая Диана? Опять заново. Скажи, что просто перепутал дверь. Вы что здесь делаете? А, нас сюда вызвала Диана, мы ее ищем. Мы вот пришли потанцевать для нее. Мы как бы не в штабе здесь, мы на аутсорсе. Мне необходима проверка убеждения. Зачем мы визу разговор? Мы же могли просто пройти. Пожалуйста, уберите кубик. А я говорю, да в общем ничего. Так, я что-то ничего не понимаю, что вы мне втюхиете? Диана лесбуха, она никогда мужиков бы в жизнь не вызвала. Так мы и есть лесбухи, посмотри на нас. Ты что втираешь-то мне? Господин ведущий, я говорю, не, смотри, смотри, и делаю вот так. Ого! А ты рядом, а ты рядом воняй. Я дышу на него свежим запахом конфет. Она просто так себе. Так, все, валите с кухни нахер отсюда. Это меня устраивает. Нахер мы вписались вообще в этот движ? Мы уходим, простите, повар. Ну ладно, мы пойдем. Факушки. Так, ребята, вы проходите кухню. Бордель полон людей. Здесь играет громкая музыка и царит новогоднее настроение. Уже. На сцене у шеста танцует полуголая девушка. Такие же девушки абсолютно разных раз ходят между столиками с подносами, обслуживая клиентов. Полуорки-вышибалы следят за порядком. Мы с альбомом в феврале идем на сцену. У нас есть трюк. У нас есть эротический трюк. Мы как бы дуэт, комбо-дуэт. А пока ребята устраивают шоу, мы продвигаемся, ну просто идем в бар. Остальные ребята идут в випы. Нет, а пока в бар идем просто поспрашивать, что к чему. А пока танцуют на сцене, там громкая музыка. Я подхожу к таперу. Ну, звукорежиссеру. Кто там на рояле? Это Барт. А, Барт? Давай, Барт, мою музыку. Посмотри сотку Apple Music. Бандану вкрыси, что-нибудь тебе бегает. Простите, пожалуйста, что? Что-что? Не могу остановиться играть. К тебе идет охранник. Я говорю, милый, у меня сегодня здесь вип выступление. Пелис, на правом твоем плече оказывается чья-то тяжелая рука. Да. Достопочтенный господин, а вы зачем разговариваете с Бардом? Я делаю так. Простите, но вы же из городской стражи. Рука исчезает. Это-то да. Бывает так, что как бы в одном теле человека живет другая сущность. И это именно так. И внутри я вроде как стражник и охранник. А, вы отдохнуть пришли, да? Я вышел выступить. А вы выступ... Простите, извините, я не хочу ни в коем случае вас никак обидеть, но выступать здесь... Вы обижаете. Ну, простите. Он обижает меня. Я умоляю вас... Это буллинг, блять. Умоляю вас... Простите, давайте мы вам дадим бесплатной выпивки. Нет! Я хочу сцену! У меня есть давай сюрприз. Но он у меня вместе с Дианой. С дуэтом. Простите, с Дианой? Да, с Дианой. У нас творческий номер. Так вы бы сразу сказали. Да. Отведите меня к ней. Так вот она сидит. Где, 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 где? Я его немного... Ты замечаешь Диану? Да. Полуэльфийка с короткими белыми волосами. Сейчас она сидит за столиком и пьет Эль. А также заигрывает с какой-то официанткой. Левое бедро Дианы украшает искусно выполненный клинок. На ножнах виднеется надпись на эльфийском. Я читаю эту надпись. Вот так делаю. Написано «Острая лезбия». Это гораздо точнее, чем... Я подхожу к Диане. Что делают другие герои? В этот момент мы подходим к вип-комнатам. Нахуя мы идем в випы, если мы нашли Диану? А я просто провожу время. А, все, окей. Я заглядываю в вип-комнату номер один. В первой вип-комнате находятся люди. Они в пьяном угаре оглядываются в твою сторону, но ничего не делают. Абсолютно ленивые. Они тянутся за бутылкой. Кто-то поднимает чарку и говорит «Эй! Еще! Принеси еще! Смотри, это вообще-то мент. О, возьми снег взятку, монетку дадут. А, мент, иди сюда. Мне надо их прессануть? Или прессани монетку? Просто, что делал? Слушай, это... Дай нам, короче, пойло, и я тебе заплачу. Я говорю «На». А где пойло? Возьми деньги наперед просто, иди за пойло. Давай мне деньги, я сейчас схожу, они потом придут и отпи***т нас. Нет, они пьяные. Сначала пойло. Так я уже принес. Где? Так вы его уже выпили, и я пришел за деньгами. Обман. Харизма. Че я затеял, извините? Чеботков лучший вообще. Девять. Да, они пьяные. Они пьяные, нормально. Должно схватить. Это че это? Тут решил типа... это... как настоящий ментяр развести меня что-то? Я говорю «Ой, все, блядь, и ухожу, господин ведущий». Он кидает в тебя бутылку. Ебать. Господин ведущий, Поймай ее. Я пользуюсь своей способностью отражение снарядов. Два раза в день я могу использовать это. Я вот так ловлю бутылку и говорю «Ты че, сука?» Вот так. Не заводись, это только начало. Не, мне нравится. Вот так делаю. Кинь, пожалуйста, ловкость. О-о-о! Двадцать! Я вот так хоп! Я поворачиваюсь и говорю «Сейчас это станет твоим новым стулом». И показываю значок. Понял, о чем я? Все, кто до этого спал, обернулись в твою сторону и округлили свои глаза. Один из них достает кошелек дрожащими руками и достает оттуда золотую монету. Держи! Уважаемая сестерца, принесите, пожалуйста, золотую монету. Гарбонесса, куда ты кидаешь? Во время приключения участники находят золотые монеты или получают их от мастера за выдающиеся действия. Их можно потратить на переброс кубика или на благотворительность, если игроки сохранили монеты до конца игры. Одна монета — это 10 тысяч рублей. Э-э-э-э, типа, какого? Не надо нас арестовывать! Мы не хотим повторения этих событий, пожалуйста! Я тебя умоляю менту, пожалуйста, не надо! Я тебя умоляю менту! Каких событий спроси? Не сажай нас ни на что, никуда! А, повторение событий? Я растерянно удаляюсь. Забираешь ли ты золотую монету? Конечно, конечно! Говорю, сделаем вид, что ничего не было. Мы вообще вас не знаем, типа, вообще... Один вопрос. Кто в третьей випке, вы знаете? Э-э-э, там девчата переодеваются. Спасибо! Ребята, моя арка закончена! Действуйте в Элис! Да! Ты подходишь к круглому столу, за ним сидит Диана, она поправляет свои белые волосы и разговаривает с официанткой в этот самый момент. Ну что, хочешь? Или нет? Официантка смущенно смотрит на нее, краснеет. Я тебе говорю, мне более 200 лет, столько опыта у тебя никогда не будет. Я говорю, подхожу к Диане, говорю, здравствуй, Диана. Э-э, здравствуй, холодно отвечает тебе она. Меня зовут... Мне насрать, как тебя зовут? Я Наташа. Ты не видишь, я занята? Я Наташа. Кидай, пожалуйста, обман. На Наташу. Кубик на Наташу кидай. Я Наташа. Одиннадцать раз Наташа. Наташа, честно тебе сказать, ты не особо в моем вкусе. Хорошо, раз мы решили играть в хорошего, плохого копа, я сажусь рядом с ней с другой стороны. Вот так меч достаю свой большой. Представься Ирой. Я вот так меч... Представься Ирой. Да, меч достаю свой большой. Вот так я между ног вот так тыкую, блядь, и говорю... Я Ира. Кто собрался ебнуть лорда? Запугивание харизма. Он все злее и злее с каждым выпуском. Три! У него вот такой ножик. Она смотрит на твой меч вниз, смотрит потом на тебя. Я, кстати, Ира. Ты хочешь меня напугать вот этой вот фитюлькой? Дорогая Диана, понимаешь, я Наташа. Она кладет свою руку на рукоятку своего собственного меча. Ты когда-нибудь слышала об искусстве фехтования эльфеек? Танцующие с мечами. Острая лезбия тебе что-нибудь говорит? Да, вы еще Олимпиаду выиграли. У вас еще был кандибоббер. Она смотрит на вас, наглядывает ваши мандиры, значки, меч Левенхарта. Вам нужно выкручиваться и как-то спасти ситуацию. Я в образе крысы заползаю ей под юбку. Типа недостаточно. У нее нет брюки, у нее штаны. Я заползаю ей в штаны. Я же крыса. Скрытно или быстро? Это тяжелее, чем... Быстро, быстро, она должна это заметить. Кидай, пожалуйста, до 20-й кубик и прибавь модификатор ловкости. Зачем мы уже... 8 плюс 3. А у нее еще ноги не бритые, там тяжело пробираться. Оборот, он хватается за... Она же лесбуха. Да хватит. Ужасно. Извините, лесбухи, вы супер. Вроде принесло. У тебя получилось очень быстро проникнуть ей в штаны. Ты ползешь вверх по ноге. Диана пытается тебя остановить и роняет на пол кожаную сумку. Я беру сумку и говорю, прости, Диана, но это мое. Хвать! И убегай. Что мы за копы вообще? Что мы вытворяем? В плане, ну что... Секунду. Я хватаю сумку. Ты крадешь ее сумку открыто или скрытно? Скрытно. Тогда кидай скрытность по ловкости. Ой, пиздец. А я ее могу отвлекать в это время? 19. Одно уточнение. Кричишь ли ты? Вот так, говори. Никто не заметил, что сумка оказалась у тебя в руках. Я так раз. Диана прыгает, паникует. Она пытается вытащить крысу из себя и штанов расстегивает ремень. Вытаскивает его и пытается вытащить тебя. Я тебе подмигиваю, типа, все, сматывайся с ее сумкой. Покажи, как подмигиваешь. Вот так. Вот. Альба, что ты будешь делать? Потому что она попытается тебя вытащить из своих штанов. Я начинаю бегать вокруг вагины, вокруг нервных окончаний. Кстати, у меня будет к тебе странный вопрос. Чего ты хочешь добиться? Мне нужен оргазм. Чего ты хочешь добиться, но модификатор 3. Какой странный кросс. Стоп, подожди. Это критический успех, она кончает. Это будет странный бросок на ловкость рук. По ловкости. Это правда происходит? Не рук, а лапок. Вау. Ужас. Плюс 3, 21. Это оргазм. Это очко, ребята. Она в конвульсах падает на пол. В какой-то момент она сопротивляется тебе в штанах, но чуть позже ее руки начинают ласкать бедра, чуть позже она поднимается к талии. И спрашиваю ее, кто хочет убить. Слегка постанивай. Быстрее. Охранники подбегают к ней и думают, будто бы ей стало плохо. Хватают ее под локотки и поднимают. Смотри. Они хотят ее увезти. Я подбегаю вместе с охранниками, делаю вид, что хочу ей помочь и на ухо так. Пока она расселена. А кто королеву-то хочет убить? Короля, короля. Короля, ой, блядь. Кто короля хочет убить? Единственное, что может тебе ответить. У меня есть разговор с животными, я понимаю этот звук. А может... То есть, по-твоему, лесбиянки животные? Вау. Вау. Это новогодний выпуск. Вообще-то, на самом деле, вопрос. А нам зачем дальше нужна Диана? Может быть, мы узнаем все в ее сумке, пока она в туалете? Она знает что-то просто, нет? Но на сумку, кстати, сакцентировали внимание. Глянь. Я проверяю, что в сумке выпавшей у Дианы. Наметанным глазом ты замечаешь две золотые монеты. Уважаемая Систесса, принесите, пожалуйста, две золотые монеты на стол. Это, конечно, хорошо, но я думаю, будут подсказки о ней. А в сумке вы также находите тетрадь контрабандиста. Ооо. Вот, это хорошо. Я ее открываю. Начинаю решать пример. В книге довольно много записей. Их очень-очень много. Но последний из них гласит, что 10 бочек пороха были проданы господину Нейту из лавки Мирхлопка на Дворцовой площади. Мирхлопка и меха сокольника. Альба, что делаешь ты, оказавшись в туалете наедине с этой 200-летней эльфикой? Так как она потеряла сознание в конвульсиях, я выбегаю из ее штанины. И говоришь всем, это пранк, я Гусейн Гасанов. Тебя видят охранники. Тебя могут заметить охранники. Нет, ты знаешь, ты вылазишь и говоришь, мама! И они думают, что она родила тебя. О, боже. Это было бы классно. Окей. Она стражника родила. Я прямо у нее в штанах превращаюсь обратно в человека. Ты начинаешь расти. Обрастать мундиром городского стража. Это же Стэнка, мент родился. Да, а я говоришь, а что вы молчите? А они молчат. Вот, пожалуйста, молчали, мент родился. Какой кошмар. Да, иди шума. Она как в лунтиках такая полная пизда. Давайте это не будет новогодним выпуском, прошу вас. Они молча смотрят на вас. Говоришь, не молчите, сейчас еще один вылезет. Да, да. Анекдоты, быстро. Боже, какой кошмар. Что? Это кто это? Говорит один из охранников. Подожди, а ты можешь сказать? Конечно. Ты можешь сказать полиция, ебать? Ну типа, не, не, давай, короче. Да, ты в засаде сидел в вагине 20 лет. Рост. Не, а давайте... Я появляюсь в дверях туалета, я появляюсь в дверях туалета и говорю, а, бля, вот ты где. Беру его, вот так и мы уходим. Нет, его вариант. Значит, я достаю свой жетон, говорю, полиция, я сидел в засаде. А потом я появляюсь, ах, вот ты где. Я тебя 20 лет искал, еб твою мать. Как только они видят твой серебристый значок, один из них округляет глаза, такой, а, ну да, точно, справедливо, вы же... Вы же городская стража. Ладно, проходите. Мы как будто могли с самого начала просто зайти, бля, мы просто могли зайти, поспрашивать, сука. Это первая локация, мы просто могли зайти, спросить, привет, мы копаем. Чел, я всегда мечтал побывать в вагине, лесбиянке, будучи крысой. Нет, то, что мечты сбываются, это хорошо. Новый год все-таки. Вы покинули бордель и сели в свою повозку. Куда вы направитесь далее? В Мир Хлопка. В Мир Хлопка на Дворцовую площадь, к Нейту. Да. Повозка, гони, мы говорим. А пока герои спешат в Мир Хлопка на Дворцовой площади, мы отправимся в лавку эльфа Дододиса, где полным ходом идет предновогодняя торговля. Значит так, это два алмаза за ночь любви. Это у нас купили набор женской гигиены. Это я просто... Достопочтение, шестра. Добро пожаловать в мир всякой сяченой для дома эльфа Дододиса. Я эльф Дододис. Что интересует? Ищу подарки для своих бастардов. А ты любишь своих бастардов? Или считаешь их плодом животной похоти с кривозубыми служанками? Люблю. А как родных? Или как хороших гонщиков? Как родных, черт побери! Да все, все, успокойся. Это просто таргентинг ресерч. Благородным людям благородные подарочки. Вот. Полюбуйся. Что за эдакая штуковина? Это волшебная записная книжка с новейшей операционной системой Windows 11. Вот так артефакт. Можно использовать как фонарь. И не только. Ты можешь скинуть сюда все свои свитки и забыть о беспорядке в своей рыцарской сумочке. Windows 11 все систематизировано. Все под рукой. От предсказателя погоды до глашатая с последними известиями. Ты можешь связываться с кем угодно в любых концах королевства. Видеозвонки Тимс заменят тебе магический шар. А это веселее, чем разговаривать с волосяной куколкой. Точно. А встроенный браузер Microsoft Edge защитит ваших отпрысков от предоносного контента лучше, чем любая охранная руна. Это бесценный артефакт, Эльф Додонис. Беру. Yes. Сделка сделана. Но за эту штучку я хочу один из твоих трех глаз. Ну, всего лишь один. Да ну нафиг. Я лучше в приложении МВидео закажу на своей магической скрижале. Там и условия обмена более гуманные. Есть экспресс-доставка за два часа. Сгинешь, как Кукушкин. Кукушкин жив. Он вернется в будущих сериях. А мы вернемся к нашим героям и узнаем, смогут ли они предотвратить покушение на короля. Дворцовая площадь усеяна торговыми лавками и всевозможными развлечениями. Здесь разливают глинтвейн, соревнуются в метании топоров, выступают барды. Дрессировщик на потеху детям тыкает огненной палкой диковинного медведя с головой совы. Посреди площади стоит высокая новогодняя ель, которую должен зажечь король. Это самое безопасное место в столице. За порядком на площади следит городская стража. Вход в главный дворец охраняют королевские гвардейцы. Вышки ПТГ блокируют любую магию. Тот, кто сидит на поводьях, может разглядеть издалека, среди множества лавок, мир хлопка господина Нейта. Человек торгует белыми рубашками, колпаками для сна и белыми трусами. Несколько покупателей осматривают его товар. Саша, а ты помнишь, что в тетрадке было написано, что он купил? Пару бочек, шесть бочек пороха. Десять. Десять. Он купил десять бочек пороха. Он купил десять бочек пороха. Короче, на этой площади по-любому где-то порох. Будет взрыв короля. И нам это все надо искать. Слушайте, у меня есть такое предложение. У меня есть убеждение. Я могу поговорить с Нейтом. Итак, что вы делаете? Вы подъехали к этой... Кому-то надо осмотреть нос сзади. Я предлагаю тебе снова превратиться в крысу и сзади воде есть правильство. Слушайте, я думаю, что я хочу пойти... Я хочу поговорить так, как у меня есть возможность поговорить с животными. О! Я думаю... Идешь к гвардейцам? Да, спроси у медосова. Я иду к медведосову, к сову и поговорить с ним. Для того, чтобы поговорить с медведосовым, тебе необходимо до него дотрудоваться рукой. Я превращаюсь в человека-крысу. Несколько человек сразу же отпрыгнули от тебя. Эй! Господи, посмотрите! Это человек-крыса! Я сейчас все объясню! Бежим! Нет, стойте! Стражники начинают направляться к вам. Сразу же, моментально. Как увидели это? Да иди в клетку, превратись в человека и поговори с ним. А я буду кричать, палку, палку, давай! Эй, ты! Кричит один из стражников. Стоять! Стою, стою, я здесь, брат. А у него есть маленький... Эй, что это за хрень? Ты что, ликантроп? Нет, ни в коем случае. Но ты же получеловек-полукрыса, я же вижу. А ты получеловек-полупи***р. Я офицер стражи. Я сказал то же самое. И при исполнении я тебе очень рекомендую не шутить со мной. Понабрали всякой швали к нам. Послушай, я приехал... ПОСЛУШАЙТЕ, ТОВАРИШЬ ОФИЦЕР! Тебя не учили обращаться к старшему позванию? Прошу прощения. ТОВАРИШЬ ОФИЦЕР! ТОВАРИШЬ ОФИЦЕР! Так-то! ТОВАРИШЬ ОФИЦЕР! Так-то! ТОВАРИШЬ ОФИЦЕР! Да! ТОВАРИШЬ ON THE KINGY! мне нужно поговорить с Медведосовым. Что?! С Медведосовым мне надо поговорить. Поговорить? Ну... Ты пухой? Да... Что?! Так, давайте его крутим, короче, ребята. Твой страшник у тебя подхватывает за руки. Они тащат тебя в клетку, если ты не сопротивляешься. Я не сопротивляю... В клетку к Медведосову? Нет, в другую клетку. Полное дерьмо, я сопротивляюсь. Сделай проверку силы либо ловкости. У тебя ловкости больше. У меня больше ловкости, поэтому я выбираю силу. Сила, поехали. Один! Итак, они подхватывают тебя за руки, становится очень больно. Невероятно, ты не можешь сопротивляться этой острой боли у тебя в плечах. Они ведут тебя к клетке, которая находится на юго-западе, запряжённой лошадью. Я превращаюсь в маленькую крысу. Им намного проще тебя удерживать. Э, представил, как два здоровых мужика вот так крысу ведут? Альба, тебя связывают и бросают в клетку. Дорогие друзья, что делают остальные? Мы будем вытаскивать Эльдара? Да, кто-то спасает Эльдарчик, кто-то спасает альбом в феврале, а кто-то идёт в лавку к нашему хлопку, мир хлопка. Я в лавке! Подожди, может быть, давай подождём, мы потом его вытащим. Просто если мы начнём его спасать, начнётся заваруха. Может начнётся какой-то кипиш, а надо поговорить с Нейтом. Спасибо, блядь! Нет, мы тебя вытащим, просто дай нам минуту. Кто идёт к лавке? Я у лавки уже. А вы? Мы тоже у лавки. Но делаем вид, что не у лавки. Это совершенно обычная лавка. Некий человек стоит и показывает свой товар покупателям. Но те уходят. Он с надеждой смотрит на тебя с Вентериом. А, господин Стражник, простите, пожалуйста, вас заинтересовал мой товар? Я сейчас тебе скажу, что меня заинтересовало. У нас есть полностью на тебя информация, мы знаем, где живёт твоя семья, мы знаем, что ты заказал 10 бочек пороха. Если ты сейчас не откроешь нам информацию, кто решил ебнуть нашего светлого лорда, то... Простите, простите, я не очень понимаю, вы сейчас угрожаете мне? То, я продолжаю. То мы посадим тебя и всех твоих подельников, и будем тебя шваброй ебенить там очень долго. Стража! Стража! Тот же самый офицер, который ранее бросил Альбу в клетку, направляется к вам. Что происходит? А вот этот молодой человек, он... Я показываю жетон. Он же вроде бы как ваш сотрудник, но посмотрите, он прям меня угрожает. А, господин Нейт, не переживайте, сейчас мы разберёмся. Жетончик вот мой. Да, я вижу, что жетончик. Ты кто такой? А что если... Я из специальной службы. У тебя к господину Нейту какие вопросы? У меня большие вопросы. Я здесь, чтобы предотвратить покушение на лорда. Скектарион, он походу в деле. Да, я знаю. Слушайте, ребята, у вас есть какие-то улики, может? Нет, подожди, я говорю... Да, да. Я здесь, чтобы предотвратить покушение на лорда. И улыбаюсь этому охраннику такой... Какого лорда? У нас только король. Лорд, король, президент, какая разница? А, ну если так посмотреть. Слушай, службу вы выполняете правильную, нужную. Доказательства у вас есть какие-то? Я ему на ухо шепчу. Где б***ный порох? Надо готовиться, а не на подъезде. Кому ты это делаешь? Хальгидра. Этому охраннику. Тогда убеждение. Легко. Двенадцать. Плюс восемь. Двадцать. Плюс пять. Ну ладно, плюс пять. Я пытался. Слушай, ты бы сразу это сказал. Мы подумали, что вы решили нашего господина Нейта тут прижать. А вы давно работаете? Мы с самих истоков. А ты с кем ты работаешь? Я мозг этой операции. Показывай на нас. Покажи на Альбо. Скажи, что он тоже в деле просто погнал. Я вон те. Он просто опять засадил. А крыса, которую вы только что посадили, она должна фитиль зажечь. Ты что, работаешь с грязными расами? Что? Мы грязные расы? А, я дворф. Я эльф. А это считается, что... А я ему вот так на ушко спрашиваю. А ты сам-то кто по жизни? Я человек, как и ты. А это грязные расы, которые отравляют жизнь городу. Эти грязные расы делают за нас черную работу, брат. Кинь убеждение. По харизме. Какое убеждение? Это правда? 20! Критическая удача. Критический успех. Вы все что думаете, блядь? Я здесь просто так сижу, что ли? Да, ты отвечаешь за ксенофобию сегодня. Слушай, ты рассуждаешь как офицер. Мне очень нравится. Я его так за член тихонечку. Офицер подходит к торговцу и шепчет ему что-то на ухо. Да, я подслушиваю. Офицер шепчет торговцу, белый бутон расцвел. И говорит, что этот мужик с нами. Санктарион, офицер подмигивает тебя и уходит вместе со стражниками. Запомните, белый бутон? Да, я записал. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас сразу-то не признал. Вы уж извините. Что будем спрашивать у него? Надо как-то... Не пора. Не, да нам насрать на порох, нам надо больше деталей о плане узнать. Я тихонечко говорю, чтобы он слышал. Скажи мне, как человек человеку. Я говорю, цель на подъезде, нам надо готовиться. Так, а порох уже на месте, на точках? И делаю вот так. На каких точках, спрашивай? Точка это палатки. А ты что, ты что? В палатках? Здесь, конечно, нет. Здесь невозможно ничего сделать. Это абсолютно охраняемая территория. Пронести порох невозможно. Конечно же, он находится на точках на пути. Сделай вид, что ты проверяешь его, типа, все ли по плану. И типа, ну-ка, давай пройдемся по основам, типа. Давай финально пройдемся. Да. Погоняем тебя. А цель не доезжает досюда. Она должна быть ликвидирована на подъезде. Я прав или нет? Ну да, конечно, конечно. Все так, как договаривались. Бочек с порохом 12? В смысле? 10. 10 всего. Все правильно. Поймал его, да. Хорошо. По гороскопу кто? Что-то происходит? Мне кажется, ты мне голову пудришь. Я тебе не пудрю голову. Это очень важная операция. От нее зависит судьба нашей страны. Я спрашиваю, бочки на мосту? А у тебя что, нет плана? У всех есть план. А у тебя нет, что ли? План разрабатывал я изначально. План же раздавали. Всем манифесты, план раздавали. Спроси у него посмотреть. Да, покажи такой же у тебя, как у меня. Мне надо освежить память. Снова может сработать. Ой-ой-ой. Харизма. 17. Нормально. 22. У меня есть как раз копия манифеста, я вот вам ее отдам. Он тянется под прилавок. Все документы опроси. Знаешь, как можно, типа, сказать, надо забрать все документы, чтобы их уничтожить, чтобы не было следов? Нет, это х** его план. Да, извините. Я говорю, давай все... Он протягивает манифест. Я говорю, так, хорошо, давай мне все документы, потому что их надо уничтожить, чтобы не было следов. Короче, у него под лавкой, там эти все документы лежат. Че мы стоим-то? Я говорю... Надо убить его. Так, стоп, а я все еще в тюрьме? Да. К сожалению, да. Сфинкторион, в этот момент кто-то толкает тебя под руку. Эй, Нейд, блин, говорит какой-то мужчина, худощавый, длинный, с мозолем на руках, одетый в грязную, потрепанную зимнюю одежду, с зъерошенными грязными волосами. Я вот так... Отдай мои деньги! Я не просто так копал. Нейд подзывает стражников сразу же. Он поднимает руку. Порох. Стражники... Это хором. ...идут к нему. Тот, кто закапал упорок. Стражники хватают его под локотки и ведут к клетке на юго-западе. У нас там есть человечек, да. Я даже, блять, не оборачиваюсь на него. Нейд, ты должен был мне заплатить. Ну, пойдем. Он исчезает на улочках и оказывается в клетке вместе с тобой, Альба. Так, он у меня в клетке, получается. Да, а манифест-то где? Что делаете вы? Да манифесты дайте почитать. Вы читаете манифест? Да, да, я вот так вот разворачиваю манифест. Молодой король, пони пятый, слабый и безвольный правитель. Он предается утехам вместо того, чтобы заниматься делами государства. А, это я писал. При нем существа грязных рас наводнили столицу и чувствуют себя здесь хозяевами. Смерть, пони пятому. Нам нужен более эффективный менеджер. Нам надо ебнуть его. Раз и навсегда положи в конец этому смешению грязных рас. Что делают остальные? Мы курили. Минут двадцать. Одну большую сигарету. Ну что? Двусторонний. Двусторонний. Дошли до середины, поцеловали и сказали, оба, наше время пришло. Голова кружится. Альба, тебе в клетку закидывает мужчину, растрепанного, грязного, с запахом перегара и опухшим лицом. Слушай, это какая-то ирония. Ты вроде мента сидишь в этой ментовской штуке. Скажи, что у тебя есть золото и бухнуть. Да, да, да. А бухнуть у нас реально есть. А ты-то что здесь сидишь? Так меня подставили. Я такой же человек, как и ты. Мне еще не заплатили. Серьезно? Абсолютно верно. Убеждение харизма. Да он бухой, зачем его убеждать? Скажи, я тоже недавно вонял. Девятнадцать. А, это официальный магазин зигзагов. Он находится на углу проспекта покушений. Что? Проспект покушений? А можно мы сразу перейдем? Почему мы сразу не пошли? Можно мы сразу пойдем на улицу убийства и предотвратим... Девятнадцать покушений. Какая тупизна. Слушай, мне не заплатили, а я один работал. Ты все десять бочек закопал? Слушай, есть денег, а? Мелочи нет. Ну, тогда... Проси развязать тебя. Есть, то есть, только крупный кэш. Крупный чай. Ну да, я тебе сдачу отдам. Развяжи меня. А развяжи меня, пожалуйста. Развязать? А где деньги у тебя лежат? Мужчина на четверенках ползет к тебе, сгребаясь сено коленками. Оказывается, неподалеку, а кисть его рук оказывается в карманах твоего мандира. Слушай, где деньги-то лежат? Чё-то не могу найти. Кажи о матери на кредитке. В польском кармане. И тут он нащупал одну золотую монету. Да у него нет монет. Да не надо, пускай развяжутся. Есть, он нашел одну. Уважаемая сестесса, заберите, пожалуйста, одну золотую монету. И кто тут еще, б***ь, крыса? Держи. Гарбонесса. Жестко. Отлично. Он забирает золотую монету и начинает медленно развязывать тебя. Ты же не в обиде, да? Да нет, нет, конечно. Но справедливо все. Я достаю ручной арбалет и стреляю ему в глаз. Супер! Проверку атаки. Убийство! Не стреляй, не стреляй! Он скидывает руки. Проводи атаку. Убей, убей его. 17. Просто ебан в клетке, алкаша. А теперь тебе необходимо кинуть урон. Теперь тебя зовут Лев Против. Два. Плюс три взять. Урона. Болт. Оказывается, в глазнице... Он откидывается назад и падает на спину. Замертво. Что делаешь ты? Я забираю у него монетку и... Уважаемости Стесса, отдайте, пожалуйста, монету за игровой стол. Ты можешь окричать, врача, врача, позовите врача. Мент на Дворцовой завалил за монету. Я кричу, доктора, доктора, тут здесь человек умер. От алкоголизма. Несколько стражников срываются с места и бегут в твою сторону. Обломай у него этот болт. Он от алкоголизма умер. Да, да, естественно. Я забираю обратно орудие убийства. Что здесь произошло? Спрашивает один из охранников. Что с ним? Он был очень пьяный. Видимо, перепил какого-то суперметилового спирта и у него просто лопнул глаз. Так, давай, иди проверь его, говорит он второму охраннику. Второй охранник скидывает ключи на переноски и открывает дверь. Заходит внутрь. Дверь, пола открыта. Он оказывается у трупа, садится на колени и начинает кистями рук проверять у него пульс. Сначала два пальца оказываются на сонной артерии. Он ждет минуту. У тебя есть время. Чао-какао, скажи ему, выбегай. Подожди, стоп, окей. Клетка приоткрыта, я превращаюсь в крышу и убегаю. Только скажи как крыса. Да. Проверка скрытности. 19. Отлично, 24. Я бегу к ребятам. Ты прячешься в сене, один из охранников пытается тебя растоптать в этот момент, ты уже выпрыгиваешь из клетки и оказываешься на площади. Прячешься под подолом некой женщины, продающей пирожки. Отлично. Опять? Обожаю. Это моя тема. Ты оказываешься неподалеку от своих друзей. Что вы делаете? Мы едем в проспект покушений. Вы побежали на юго-восток и оказались в своей повозке. Я вот так мигалку на крышу кладу. Ваша повозка едет на северо-запад и вы подъезжаете к магазинчику под названием Зигзаг. Магазин расположился на первом этаже на проспекте покушений. Да. На фасаде вывеска Зигзаг. Берцы и ортопедические стельки. Естественно. На двери висит табличка с надписью от руки. Только для людей. Естественно. Что вы делаете? Мы мы расстраиваемся, что мы не люди. Я выхожу из повозки, поправляю китель, чтобы выглядеть красивым. Кидаю вот так в повозку ребятам. Сегрегация, хули. И захожу в этот магазин. А что делаете вы? Чего? Сидим в повозке. Давайте все вместе зайдем, правда, но это уже бред. Давайте все вместе. Заходим все вместе. Дверь открывается, и вы можете разглядеть стеллажи с берцами разных размеров и ортопедических стелек. Дедушка облокотился на прилавок руками и недоверчиво оглядывает вас. У него на уровне головы висит веревка с панпоном. К ней прикреплена записка «Не трогать три восклицательных ходят под прилавок». Эээ... Посетители. Я подхожу к деду и говорю «Белый бутон расцвел». Ооо, не ожидал вас так скоро. А эта вот мразь, которая сзади вас, вот эта вот... Это что такое? Это чернорабочие. Они примут удар на себя, если что. А, хорошо. Ну тогда лучше их сразу на дорогу. Согласен. А последние несколько вопросов. Здесь все десять бочек? Девять. А десятая где? Ну так, конечно же, девятая для пушки. Какая нахуй пушка? У тебя вот такого плана нет? Он достает план и кладет его на прилавок. Я подхожу к вам и говорю, а в бочках порох мы можем либо поссать под прилавок и сейчас и все девять бочек отсыреют. Короче, нам проще не взрывать это, а просто водой как-то это... Смотри, подожди. На плане показано, что есть два места, где попытаются убить. Убить из пушки на мосту. Нет, пушка стреляет в мост. А, да. Два места. И второй вариант аварийный это магазин зигзаг. Но есть еще уважаемые сестессы, будьте добры, пожалуйста, дайте золотую монету. За сообразительность. За сообразительность монаха. За то, что я разом... Оооо! Ладно, я... Это нарисовано, почему ему? Я тоже не понял. Просто кто получал два креста, а тот... И очень красивые домики. А за отсырение, блядь, пороха ничего не будет. Не, ну нам, получается, надо будет разделиться. Кто-то справляется с пушкой, а кто-то нейтрализует порох под прилавком за помпон, если дернуть. Видимо, открывается место, где лежит девять бочек. Давайте... Либо просто. Да, либо делает приятное магазину зигзаг. Я... Я предлагаю так. Убить его? Да, просто ебнем его. Смотри, я вас троих могу отправить разбираться с пушкой. Да и она простая! У меня есть веревка. Он националист! Я... Да я сейчас с**бну этого деда. Я наклоняюсь к деду, вот так на ухо шепнуть, достаю тихонько свой меч, вот так ему под ребра ввожу и говорю привет от наций мира. Кинь, пожалуйста, Д-20 кубик. Это атака с преимуществом. Плюс пять. Это двенадцать. Он не сопротивлялся по этому попаданию. Кинь, пожалуйста, урон. Один. Плюс три. Четыре. Так как это обычный дед, у него не так много пунктов здоровья, поэтому он обмикает в твоих руках с округленными глазами и рукой пытается подтянуться за веревку. О, я, я другой рукой вот так вот хватаю его, такой, сука. Подожди, не, не, не. Ты не можешь этого сделать, поскольку руки у тебя заняты. У меня есть способность моментально оказываться рядом с противником. Ты тратишь свой ци? Да, я трачу свой ци, чтобы оказаться прямо возле его руки. Я бы монету за это дал, вообще круто. Хватаю руку и говорю, проверку ловкости с преимуществом. Шестнадцать. И еще один кубик. И еще семнадцать. Один. Мы выбираем лучший результат, поскольку это было преимущество. Шестнадцать плюс твоя ловкость. Три. Девятнадцать. Девятнадцать. Отлично. Ты успеваешь вовремя схватить руку деда и мягко укладываешь его тело на прилавок. Ч-ч-ч. Спокойной ночи, сука. Почему? Потому что белый бутон растрял. Не, я говорю, по кочану. Берцы не топны. Что вы делаете дальше? Пэлиас, кинь, пожалуйста, внимание. Д двадцатый кубик. Да, непонятно, вход в эту яму. Восемь. Восемь. Под прилавком находится люк. Около него лежат комки свежей земли. В люк тянется веревка. Я иду в туалет и открываю воду, чтобы она заполнила тут все. И затыкаю дырку. Ты обыскиваешь этот небольшой магазинчик. К сожалению, туалета здесь ты не находишь. Ну, тогда я из него сам устраиваю туалет. Давайте я пойду. Иссу в люк. Давайте я пойду. Ты открываешь люк и ссышь туда? Ну, блядь, а вдруг твоя моча не проникнет сквозь бочку? Да, это что такое должно быть? Я понимаю твой план, но есть ощущение, что он очень, очень натянутый. Давайте так, я спущусь в люк и там все это обезврежу, а вы пойдете на мост. Ну, это же магическая игра. А, тогда пасы. Господин ведущий. Желтый кузен приехал. Господин ведущий. Желтый кузен. Сейчас он бочки там заколдует. Ну, что делаем? Не, надо что-то с этим... Давайте так, мы спустимся и все, ну, перережем этот помпончик. Да, мы же можем обезвредить. Сейчас начнется вот этот красный-синий провод. Вот это я видел. А мы можем открыть люк и посмотреть? Да, конечно. Я открываю люк посмотреть, что там такой под землей. Стой! Но перед этим мы выходим. Нет, перед этим я перерезаю веревку. Не надо! Не трогай какую-то веревку. Мы выходим и он смотрит сам. Мы, блядь, в Средневековье, там все поздно. Вниз. Метра на три-четыре уходит лаз. Туда ведет лестница. Лаз слабо освещен масляной лампой. Что ты делаешь? Иду вниз. Эльф Пеллиас исчез за прилавком, друзья. Что делаете вы? Мы говорим, ну классный был тип. Идем на мост. Да, идите. Я предлагаю идти на мост. Да? Вы можете остаться, у меня есть план насчет пушки. Я остаюсь вместе. Давай я останусь с тобой. Давай. Тоннель расширяется и образует пещеру. Она слабо освещена несколькими масляными лампами. Так я бы там еще и лаз... Вся пещера забита пороховыми бочками, среди которых сидит обезьяна с бананом. Перед ней лежит огниво. Рядом с огнимом фитиль, который ведет к бочкам. Обезьяна откусывает банана и испуганно смотрит на тебя. А-а-а. Ребят, мне нужно к вам. Да, он умеет общаться с животными. Я тоже умею общаться. У меня разговор с животными, я могу это делать. Поговори с ним. Да. У меня есть заклинание, я могу общаться с животными. А я могу без использования магии это делать. Но я с магией. Ну что делать? Ты произносишь заклинание и начинаешь понимать обезьяну. Да, я говорю... Ну типа там, как дела, что делаешь? А ты можешь по-нашему говорить? Да. Здравствуй, обезьяна. Как у тебя завтрак? Бананы. Я не дам. Не дам бананы. Мне не нужны твои бананы. А я не дам. Короче, колокольчик дергается и обезьяна взрывается. Да, обезьяна взрывает. Не-не-не. Ты хочешь бананы? Я хочу... Хочу отвезти тебя обратно в Африку. Ча? Что это такое? Там, где живут твои родственники. А мне не нужны родственники, мне здесь хорошо. Там много бананов. Нет, здесь много бананов. Выдают их исправно. И в этот момент я спустился и выстреливаю в обезьяну. Атака. Ёб твою мать. На, пиздец. Из чего ты стреляешь? А, фак. У меня не из чего стрелять. Почему? У меня только дубинки. Двойная атака, давай ей. Не, я сейчас... Ну, по голове убил. Ты умеешь рядом с врагом оказываться? Я могу второй раз оказаться рядом с врагом? Да, у тебя еще два очка отцы. Да, я делаю это. Я оказываюсь прямо возле обезьяны. И говорю, не сегодня, дорогуша. И убиваю ее дубиной по голове. Атаку. Восемь. Хорош. Восемь обезьян. У тебя плюс пять к атаке, получается тринадцать. Это попадание. Три. Три плюс три, получается шесть. Дубина ложится на череп этой обезьянки. Врагичок. Раскраивает его на две половины. Кровавая масса остается на стволе твоей дубинки. Минус дед, минус обезьяна. Обмекает и падает неподалеку у тебя вон ног. Я говорю, мы хотели отвезти тебя в Африку. Мы хотели, д**ка, ты чё? Нахер ты это делаешь, б**ть. Да, я еще добавляю. С тобой по-хорошему пи**или, дура, б**ть. Я еще в люк кричу. Да. Это не вы человечество сделали, это Бог сделал землю, ясно? Да, я еще такой, да-да-да. Дура, б**ть. Ну, достаточно оскорбления обезьян, мне кажется. Мы вылезаем с изгендием из люка. Обрезаем помпончик и закрываем люк. А, знаешь, чем закрываем? А зачем помпончик обрезать? Моими наручниками. Это подождите, дурну. Когда вы обрезаете веревку, слышите, как где-то внизу звенит колокольчик. Это поминки обезьяны. Да. Они упали прям ей на размозженную голову. Мы, короче, знаешь, чем закрываем этот люк? Моими наручниками, вот так. Откуда наручники? У меня есть наручники. А давайте забросаем люк горсткой берцов. А предварительно деда туда скинем. Или так. Ну, короче, мы заблокировали люк наручниками, берцами и дедом. Все верно, хорошо. И что делаете дальше? Да, мы... Садимся в повозку. Мы, короче... Вызываем убер-повозку. Но мы повозку ставим... Вот мы переезжаем мост. Да, блокируем мост. С другой стороны, да, блокируем. Вы хотите поехать к мосту? Да. Самоубийца? Да. Ну, конечно же, да. Конечно же. Мост убийства главной цели. В простонародье. Вы приближаетесь к горбатому серому мосту, покрытому брусчаткой. Он возвышается над водой лишь на несколько метров, так, чтобы под ним могли проплывать лодки, которыми сейчас полон канал. Мост охраняет четыре офицера городской стражи. Карета короля в сопровождении конных гвардейцев на полном ходу едет с противоположного берега. Фанфары эхом разносятся по улочкам города. Карета въезжает на мост. У вас буквально несколько мгновений. Что вы делаете? Я беру альбом в феврале, заеб... буду слушать. Кидаю! И кидаю вот сюда, вот сюда рядом с лодкой, чтобы водой окатило пушку и порох отсырел. На воде несколько лодок. В основном прогулочные, есть грузовые. Среди них ты замечаешь также желтую грузовую лодку с названием Янус Доставка. На ней три человека в белых рубашках. Б**ть интеграешь. Двое грибут, один рулевой. Груз лодки накрыт тентом. Вот туда рядом и бросаю, чтобы Эльдар похавал. А, б**ть, тент воду не пропустит. А, нет! Надо заорать, чтобы они там встали! Подожди, подожди, я кидаю прямо на этот тент нашего друга альбом в феврале и кричу превращайся в крысу. Сфинктерион, тебе нужно сделать проверку атлетики. Восемнадцать. Отличный результат! У меня б**ная рука. Ты оказываешься на лодке в тот самый момент, когда один из грибцов подходит к тенту и хватается руками, чтобы скинуть его. Ты ни с чем не перепутаешь силуэт пушки, который видишь. А, пенис. Залезай в пушку и ссы в порох. Это... Я превращаюсь обратно в человека. Рулевой скидывает тент с пушки. Отлично, я стреляю ему в другой глаз. Он одноглазый. Я стреляю ему во второй глаз. Чем? В шоколадный. Арбалетом у меня просто невероятный... Атаку. Тринадцать плюс пять? Восемнадцать. Восемнадцать. Это попадание, тебе необходимо кинуть урон от ручного арбалета. Один до шесть плюс три. Блин. Один плюс три, ну четыре. Ты метил в глаз, но твой бой всего лишь ранил его в плечо. А теперь двое грибцов атакует тебя, а раненый рулевой достает огниво и зажигает запальное устройство пушки. Ты уклоняешься от первой атаки, но меч второго противника ранит тебя. Шесть урона. Девять. У тебя девять. У тебя остается девять пунктов здоровья. Так, и что, еще третий? Поджигает что-то? Пэлист из гинди, сфинктерион. В тот момент, когда ваша повозка оказывается около моста, происходит выстрел. Оглушительный рокот прокатывается по каналу. Бомба падает в карету короля. Происходит взрыв. Образуется синяя дымка, за которой практически ничего не видно. Слышно только крики людей и лошадей вместе, вперемешку. У меня есть лечение ран. Один раз за игру. Это хорошо. Что ты делаешь? Я лечу тот, кого там ранили. Ты бежишь в сизую дымку, правильно понимаю тебя? Бегу в сизую дымку, да. Хорошо, тогда мы перейдем к тебе чуть позже. Цисгендий. Я в ахуе. Какой кубик мне кинуть, господин ведущий? Четвертвадцатый. Интеллект. Дымка. Я в ахуе критически. Критический успех. Так, подожди. Он уезжает на Мальдивы? Поскольку ты кинул критический успех, тебе не нужны глаза для того, чтобы ориентироваться в пространстве. Сквозь дымку ты чувствуешь карету короля и четырех заговорщиков, приближающийся к ней с бомбами в руках. Бери короля и прыгайте с моста. Мост усыпан телами мертвых гвардейцев. Всюду валяются оторванные конечности. Умирающие лошади захлебываются в лужах собственной крови. Супер Новый год, конечно. У королевской кареты... Такое доброе путешествие. Из кареты показывается раненый король Пони Пятый. Он жив. Сколько людей с бомбами пред... Четверо. Четверо. Они находятся на углах моста. Ты его подхватываешь так и кричишь, Димон! И музыка грустная. Мне надо что-то сделать. Или беги к королю и прыгай в воду. Сейчас, сейчас, сейчас сделаю. Я подбегаю к ближайшему охраннику с бомбой и не атакую его, а просто скрепляю его руки наручниками. Ты оставил свои наручники? А, блядь, блядь! Газинчики и зигзаг. Блядь! Так давай сначала скинем с моста короля. Беги к королю, хватай его, в воду прыгай. А могу я схватить короля? Конечно. Да, можешь попытаться. А, вот. Я делаю это. И пытаюсь выпрыгнуть в сторону Пелиаса. В воду прыгай. А, в воду, в воду. Воды, в воду. Чтобы, чтобы он не сгорел, а не взорвался? Да. Потому что порох отцереет. Согласен, ладно. Да, мы прыгаем в воду. Тебе необходимо кинуть силу, атлетику, для того, чтобы схватить его. Он сопротивляется и не хочет быть схваченным, думая, что ты один из нападающих. Ты можешь кинуть с преимуществом на силу, потому что король слаб. Я бескуражен. Так и делаю. Кидай до двадцатых. Говорю на ушко. Это я. Девять. И двенадцать. Ты схватил его. И ты прыгаешь вместе с ним в холодную зимнюю воду. Свинтрион, что делаешь ты? Я буду бить. Я буду отрубать руки. Кому? Нехорошим людям. Ты на самом деле не видишь в сизой дымке от выстрела. Это видел Цизгенди, только благодаря его шестовому чувству. Тогда я кричу следующее. За мной? Нет, я кричу. Король у меня! Уходим! И прыгаю в воду в другую сторону. Обман. Харизма. Семнадцать. Ооо, ебать, это же босс. Тебе удается отвлечь внимание заговорщиков. Альба, твой ход. Так, я на корабле. Че вокруг меня еще происходит? Три заговорщика хотят напасть на тебя. Да, я прыгаю в воду, я же крыса. Я бегу с тонущего корабля. Да, это хорошо. Золотая монета. Сегодня не дают за поговорки. Сфинктрион. Заговорщики, привлеченные твоим криком, метают в тебя бомбы. Мощные взрывы пробивают твою броню осколками. Порох ебанул в воде. Ты хотел обоссать их, блять? Они все равно взрываются. Я специально на мосту это крикнул, чтобы... Это как глушит карася. И че, я ебнят 17 урона. Ебать, меня глушили. 17 урона? Ну, у меня еще три осталось. Я пи***ц здоровый пацан. А я просто бегу спасать короля еще в дымке. Где карета, где убийство, где происшествие? Выглядит очень кинематографично. Да, да. Как-то даже обидно урона не получить в данной ситуации. Просто как будто рубрика ЧП на НТВ. А что произошло? Твой ход, Пелис. Ты в дымке. Так, тогда я прыгаю в воду. За нашим цизгендием. Ты оказываешься в воде неподалеку от цизгенди и короля. Лечи короля. И начинаю лечить короля. Вот и договорились. Я лечу короля, говорю... Один до восьмой плюс три. Да, говорю. Терпите, терпите. Сейчас пощипет, потом так заживет. Да, и подорожник достаешь тебе. И вы станете женщиной. Шесть. Девять пунктов здоровья ты восстанавливаешь королю. Он выглядит невредимым. Слава богу. Отлично. И он благодарит тебя. Как? Спасибо большое. Сейчас я не понял, мы в ледяной воде. Смешно, если бы он плавать не умел и утонул, как Томми Версетти. Сизгендит выход. А как же титул? Я вам дам чуть позже. Странно, я его вылечил, конечно. Ну ладно. Спасибо большое. Господин ведущий, моя способность бег по стенам каким-то макаром может нам помочь свалить оттуда по, ну вот это, по каналу, грубо говоря. Верно, ты можешь бежать по береговой линии. Я беру... Каменной кладки. Я беру царя, говорю, держитесь покрепче. Ваше величество. Ваше величество. Средневековая матрица. Да, и начинаю как Тринити вот так с**бываться по стене. Это русский нигде на СТС. В какую сторону ты бежишь? Покажи, пожалуйста, на карте. Я бегу вот от моста. Подальше мне нужно узнать... На Петроградскую сторону. В сторону Балтийского моря. Берег тебе? Тебе надо узнать берег? Ну, вот здесь стражники по-любому. Вот по этой? Не, лучше по этой, потому что стражники увидят тебя вот на этом берегу. А, можно в лес, да, чтобы. По правому. Ты вместе королем оказываешься на каменной кладке и бежишь, удерживая его. Каким образом? Он как рюкзачок сзади вот так. Да, да. А ты Дашу путешествует. А я его за коленки придерживаю и... Я до сих пор не понимаю, за что мы так его спасаем. Хорошо. Ты несешь его в парк? Да. Вы рисовать это как будете? Сфинкрион, твой ход. Ты ранен. Парень-то убежал в пустяне. Она безумно холодная. Ты чувствуешь, что в скором времени, возможно, ногу или руку сведет судорогой. Пописай сейчас, теплее будет. Это золотые слова. Крыса, крысо-дела говорит. Я чую, что пахнет порохом. И ссу себе в мундир. Врану. Сбоженный доспех. Ссышь на рану. Во-первых, я обеззараживаюсь таким способом. Я оздораживаюсь. Какого хуя моча обеззараживает? Привет, Сиря. Не звони Кукушкину только. Скажи, моча обеззараживает? Она не узнает тебя. В вашем сообщении контакту Александру Маль... Хорошо. Отправлю... Чё? Блядь, кому я отправил сообщение? Прикинь, просто кому-то приходит сообщение, моча обеззараживает. Нет. Кто-то... Кто-то у меня записан с Матч ТВ. Ты кого-то из Матч ТВ? Александр Матч. Я ему написал, обезоруживает. С тебя не включена Сиря. Ты написал на Матч ТВ про мочу? Стой, стой, стой. Дай я ему докину второе сообщение. Не надо, блядь. Типа, типа... Я хочу комментировать в футбол. Напиши ему, срочно. Напиши, это пранк, пока. Срочно ответь. Да, да. Завис. Потом после... Как после комментаута можно будет сказать, типа... Извини. Да, меня заставили, я в подземельях участвовал. Ребят, всех с Новым годом. Пожалуйста, напишите в комментариях, почему моча обеззараживает. А мы идем дальше. Ну, мне надо съебать, потому что мне реально плохо. Ну, плыви под мост, там не поймают. Я плыву под мост, там не поймают. Заговорщики теряют вас и короля из вида. Они разбегаются с места покушения. Вы собираетесь все вместе около спасенного короля. Прибывают гвардейцы и сопровождают вас во дворец. Король благодарит вас за спасение. Поздравляю, герои. А все? Король в безопасности. Вы справились с миссией. Что? Круто. Даже никто не погиб. С Новым годом. Никто не погиб. У вас сейчас имеется 4 монеты. Вы можете также использовать 1D6 кубик. А откуда? А, 4. Для того, чтобы определить число монет случайным образом, которые будут добавлены в ваш фонд. Пускай Эльдар кинет кубик. Да, он самый счастливый. И сам скажет. Гибрид счастливейший. Абсолютно нет. Да. Кидай, как крыса. Вытяни из них все деньги. Ты прав. Давай, давай, стой, стой, стой. Шесть. Блять. И зачем мы тратили время? Десять монет. Вот это кинул как крыса. Уважаемая сестесса, положите, пожалуйста, еще 6 монет. Деньги крысов. Вы зарабатываете 100 тысяч рублей. Ооо. Спасибо всем, кто был с нами. В какой фонд вы отправите эти деньги? Господин ведущий, мы решили взять эти деньги и просто попилить на четверых и никому не отдавать. Договорились. До встречи в подземелье Чикенкаре. Всех с Новым Годом! Большое спасибо. Спасибо. Вот так наши герои спасли благородного монарха. Какие приключения ждут в будущем, вы узнаете в новых выпусках подземелья Чикенкаре. С Новым Годом!